Привет, ребята! Хочу вам посоветовать канал с самыми свежими вайнами Инстаграм Лучшие! Быстрее переходи на канал и подписывайся, чтобы получить свою порцию позитива! Ссылка на канал в описании под видео! Давайте посмотрим. КОНЕЦ 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 О top Эй вот, как все. Это минус就是 очень что-то. П ten招ек sur. То есть у вас как-то в покое. Вы знаете, что-то не так, что-то вначале! Вистанно, просто это мило. Пусть. Голоса очень вкусно! Очень вкусно. Смотрите, очень вкусно! Смотрите, мне кажется, что-то есть сушенька. Но это очень вкусно. А, действительно? Вот, правда? Это... А мне кажется, что это... ШУР? ШУР сухая, конечно. Я не могу, как это. А, это вкусно. Давай, давай, давай. У-ан! У-ан! Паводка! Паводка, вкусно! Который иarlo! Кольцово! Игэннис! Куш 달арин! Качай обслуживания! Качай инис! Качай инис! Без plug! В принципе это очень вкусно. Вы такие вкусные. Ну и вкусно. А теперь в панте. Их ты всём и пакет. Я вот так, что все такое, что я тут обычно елит. Это как раз в панте? Панте вместе. если не а а вы наверное скажете что вот опять накормил япона консервами обещаю когда нибудь сниму ролик где девушки отведают добротная русская кухня Но для этого мне нужно будет найти русскую девушку, которая живёт в Корее или Японии. И самое важное, которая хорошо готовит. Потому что сам я русскую еду готовить практически не умею. Я умею готовить только китайскую и корейскую кухню. Китайскую умею, потому что я родился в городе Владивостоке и прожил там 14 лет. В течение этого периода моя семья постоянно ходила в кафе китайской кухни. Можно сказать, я с детства привык к такой еде. Люди, которые из Владивостока, должны меня понять. Там такие кафешки на каждом углу. Также я встречался с китаянкой около 6 лет. Она меня ещё больше приучила к такой еде и особенно к очень острой еде. Дело в том, что сама она родом из провинции Хунань. Еда в этой провинции по остроте уступает только провинции Сычуань. Кухни этих провинций считаются самыми острыми в мире. Первое время мне было особенно тяжело, потому что она готовила для нас двоих. Дабы её не обидеть, я молча ел. Пот стекал с моей лба, а кожа вся горела. Но чего не вытерпишь ради любимой. Через год я привык. Правда, в то время я попал в больницу и мне вырезали аппендицит. Но я не знаю, связано это было как-то с этим или нет. Но уже не важно. Готовить корейскую кухню я научился в будущей студентом университета в Киото. Моей однокрупницей была кореянка по имени Йон. Она меня и научила готовить простые корейские блюда. Потом я уже самостоятельно развивался в этом деле. Если вам интересно узнать обо мне больше, то пишите ваши вопросы в комментариях. Может быть мне стоит сделать выпуск на тему факты обо мне. На этом всё. Если видео вам пришлось по душе, то ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал. Советую взглянуть на выпуск, как я сломал руку в Японии. Кстати, большое спасибо за вашу поддержку. Сейчас моя рука в норме. Врачи поставили на место мой уехавший локоть. Засунули для фиксации две спицы и замотали кость проволокой. Ощущения весьма необычные. Весьма. Увидимся в следующих видео. Пока.